Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об имуществе нового премьер-министра России Михаила Мишустина. Фильм о его предшественнике стал самым популярным. У ФБК он набрал 33 миллиона просмотров и во многом определил отношения пользователей интернета к Дмитрию Медведеву. Расследование о Мишустине за сутки посмотрело более двух миллионов человек. И оно тоже достойно внимания. Фильм «Засекреченные миллиарды» премьера Мишустина изучил и наш корреспондент Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, что интересного ФБК нашел у нового главы правительства России? Оля, по данным Фонда борьбы с коррупцией у семьи Мишустина есть недвижимость на 3 миллиарда рублей. Причем по данным ФБК легально заработать такие деньги. Ни Мишустин, ни все его близкие просто не могли. Расследование называется «Засекреченные миллиарды Мишустина», потому что сейчас в официальных выписках напрямую члены семьи и председатель правительства не фигурируют. Они скрыты, а владельцам указана Российская Федерация. Но команда ФБК заявляет, что Мишустиным занимается давно и в их выписках есть члены семьи премьера. Самая дорогая недвижимость у него – дача на Рублевке. Ее стоимость оценили в полтора миллиарда рублей. Перед нами 2,6 гектара земли в элитном поселке Коттенвей на Рублевке. Здесь, за высоченным забором и еще более высокими соснами, прячется от нас мега-дача семьи Мишустиных. Видим гараж почти на 300 метров, теннисный корт, небольшое футбольное поле, главный дом на 861 квадратный метр, и еще два дома на 450 и 250 метров, а вот еще один небольшой дом на 150 метров и еще один дом на 741 квадратный метр. Итого почти 3000 метров разных строений. ФБК обращает внимание, что часть своей недвижимости семья Мишустиных получила от некого Александра Удодова. В фонде называют его полубандитом-преступником, который обогатился на мошеннических схемах по возврату налога на добавленную стоимость. Как раз когда Мишустин был главой налоговой службы. Из расследования следует, что Удода вдруг семьи Мишустиных. Важное место в этой семье занимает и Наталья Стенина, сестра премьера. Она, по данным ФБК, номинал своего брата, то есть человек, на который формально записано имущество самого Мишустина. На Стенину записано в том числе шикарный особняк, квартира, ну и много еще чего. Ну и небольшой бонус. Еще один участок земли на Рублево-Успенском направлении и снова подарен сестре премьер-министра странным бизнесменам Удодовым. 25 соток стоит 30 миллионов рублей. Так, небольшой презент. По меркам других подарков семье Мишустина это просто-напросто сувенир. И, конечно же, участок тоже засекречен. Такие подарки ФБК оценивают как нарушение закона. Как и подарки от, пожалуй, самого известного ресторатора России Аркадия Новикова. У семьи Мишустиных с ним общий бизнес. Ресторан «Недальний Восток» и здание на Тверской в Москве. А еще Новиков продал детям премьера Алексею Александру две квартиры в столице. А схема покупки просто восхитительна и выглядит как классика коррупции. Две квартиры по 180 метров. Каждая стоит 180 миллионов рублей. Обе принадлежат Александру Удодову через его фирму «Истком». И Мишустин, вот он хочет эти квартиры для своих детей. Но нельзя же так сделать, чтобы дети налогового министра получили квартиры от налогового мошенника. Поэтому 4 мая 2018 года их покупает ресторатор Новиков. И через 4 месяца он продает одну квартиру Алексею Мишустину. А потом ждет. Ведь если вторую квартиру отдать несовершеннолетнему Александру Мишустину, студенту Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра. Поэтому Новиков выжидает еще 5 месяцев и продает квартиру Александру Мишустину, как только тому исполняется 18 лет. Фонд борьбы с коррупцией уверен, что такие схемы неприемлемы для госслужащего, а тем более для второго человека в стране. Похожие выводы о коррупции были и в фильме «Он вам не Димон» про Дмитрия Медведева. Это было самое популярное расследование в БК. Но реакции правоохранителей не последовало. А сам Медведев назвал фильм чушью, мутью и компотом. Михаил Мишустин на выводы расследователей тоже пока не отреагировал. Реакции правоохранителей тоже пока нет.